Дополнительная техника будет задействована для пробивки зимников. Об этом сообщил первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников. По его словам, с 1 января в Среднеколымском районе открыт участок дороги Арктики. В прошлом году для нужд предприятия было закуплено 36 единиц дорожной техники, 7 из которых будут задействованы на обустройстве зимников. В целях решения вопросов открытия автозимников в более ранние сроки, в прошлом году дороги Арктики закупило 36 единиц дорожной техники. Для арктических и северных районов, там где у нас дороги Арктики имеют участки. В Нижнеколымском районе мы с 1 января открыли участок дороги Арктики. Из 36 единиц у нас 7 единиц закуплены для Среднеколымского района. Машина с углем доехала до села Сватай, Среднеколымского района, где заканчивается уголь. Объем запасов угля и дров вместе с остатками составляет 15 тонн. Один из грузовиков застрял по дороге из-за поломки. Завтра ему доставят запчасти. Еще один автомобиль с углем в пути. Между тем, в начальной школе возобновили занятия. В старшей школе температура еще не позволяет начать учебный процесс. Зарплата основных работников культуры увеличится на 20%. Как сообщил журналистом глава ведомства, в прошлом году прибавка составила 50%. В связи с этим год выдался довольно напряженным с принятием и оформлением нормативных актов, как на республиканском, так и поселенческом уровнях, добавил он. Усовершенствовать свой автомобиль, не потеряв права и деньги, в Якутске проверили водителей на наличие незаконных конструкций в транспортных средствах. Чем запрещено оборудовать авто и чем это чревато, узнавала Марьяна Кутукова. Установка так называемых кенгурятников, то есть силовых бамперов, багажников, дополнительных сидений, газовых баллонов и прочего. Как правило, подобным переоборудованием автомобиля занимаются таксисты. Некоторые водители уверены, они могут изменять свое транспортное средство по желанию. Но согласно техрегламенту, это не так. Собственники транспортных средств в последнее время очень много устанавливают. Впереди машины кенгурин, так называемый, который запрещен техническим регламентом. Но люди почему-то устанавливают и эксплуатируют транспортные средства. При пассажирских перевозках категорически запрещено устанавливать дополнительные сидения. По газобаллонному оборудованию, например, вместо запасного колеса ставят троидальный газовый баллон, а запасное колесо просто ложат в багажник, что категорически запрещено. Запасное колесо должно быть четко и ясно закреплено крепежными элементами. Все изменения регистрируют в любых районных подразделениях ГИБДД. Однако, чтобы пройти первый этап осмотра, нужно провести экспертизу в специальной лаборатории. А значит, водителям так или иначе приходится приезжать в Якутск. Ожидания в каждом этапе в среднем 10 дней проходят. И в основном мы из районов приезжаем. И первый этап, который без багажника, приезжаем, проходим осмотр, а потом заново тоже с района, с багажником приезжаем. Но в этом там осложнение появляется. Сегодня штраф за незаконное переоборудование автомобиля составляет 500 рублей. Также автовладельцу выдается требование об устранении нарушений на 10 дней. В случае невыполнения аннулируют регистрацию автомобиля. Добавлю, что в сумме всех штрафов нарушитель может лишиться и водительских прав. Должники по элементам и обязательствам также те, кто не оплатил штрафы по линии ГИБДД или имеет иные задолженности, сумма которых превышает 10 тысяч рублей, могут лишиться водительского удостоверения, пока не погасит задолженность. А за нарушение должником уже установленного временного ограничения на пользу специальным правом в соответствии со статьей 17.17 КОАП РФ влечет обязательные работы на срок до 50 часов или лишение специального права на срок до 1 года. Нарушения по незаконному переоборудованию необходимо устранять в течение 10 дней. В противном случае регистрацию автомобиля прекратят. Такое уже произошло 40 автовладельцами в минувшем году. Марьяна Кутукова, Владимир Павлов, Василий Слепцов, НВК САХ, Якутск. Продление материнского капитала, ежемесячные выплаты за второго ребенка и новый вид социальной пенсии детям. Об изменениях в этом году в пенсионной системе узнавала наш корреспондент Евгения Андросова. Татьяна Андриановна не работает вот уже третий год. Она приехала в клиентскую службу пенсионного фонда проконсультироваться по поводу оплаты проезда. Еще один волнующий вопрос. Насколько увеличилась ее пенсия? В этом году в стране на 3,7% выросли страховые пенсии всех неработающих пенсионеров. В случае Татьяны это около 1000 рублей. До этого пенсия была у меня довольно-таки ниже, а здесь почти я получила доплату около 1000 рублей. Это, конечно, очень ощущается. Но если прибавили еще больше, мы бы не отказались. Где-то начиналось у нас с 15, сейчас у меня 25. Я считаю, что неплохо. Жить можно. Жить можно. Ну, конечно, затянув поясок. С 2018 года в России вводится также совершенно новый вид пенсии – социальная пенсия. Выплата предназначена именно для тех детей, оба родителя которых неизвестны. То есть так называемые дети-подкидыши. Пенсия будет устанавливаться до 18 лет. Если ребенок обучается в очном учебном заведении, то до 23 лет. Тут нужны документы об учебе, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство по месту регистрации. В нашей республике право на пенсию будут иметь только трое. Сегодня каждый гражданин может обратиться за назначением любого вида пенсии, не выходя из дома. Просто отправить заявление через свой личный кабинет на сайте ПФР или портал Госуслуг. И там же можно изменить доставщика пенсии. Вот я открыл и сразу видно. Мой стаж. 22 года у меня. Я могу записаться на прием. Ну давайте назначение пенсии. Можно выбрать дату и время приема. Есть запись на 2 февраля, но неделя. А если уж заблаговременно подумаете, записаться можно на 22 на назначение пенсии в городе Яковске. Выбираем время приема. То есть все элементарно. Что же касается пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальных, то их повышение ожидается 1 апреля. Евгения Андросова, Григорий Охлопков, НВК Саха, Якутск. Педагоги республики обсудили качество образования. В рамках январского совещания зампред правительства региона Алексей Дьячковский встретился с педагогами Якутии. С подробностями Сарглана Федорова. Международные интеллектуальные игры. В июле в рамках года науки Якутия готовится встречать гостей. Масштабное мероприятие должно стать неким механизмом, который наладит взаимодействие с ведущими образовательными организациями. Как отметил заместитель председателя правительства республики, сегодня одна из ключевых задач системы образования – повышение базового уровня IT-знаний и навыков. Без этого мы уже 21 век, в ближайшее время, мы конкурировать достойно не сможем. Любой инженер, медик, учитель, специалист любого профиля, если он будет нормально и хорошо знать IT-технологии, будет иметь хорошие навыки, он всегда будет конкурентоспособен. Строительство новых учебных заведений, создание мест в дошкольных учреждениях, трудоустройство выпускников, СУЗов и ВУЗов, заработная плата учителей – вот далеко не все вопросы, интересующие педагогов сегодня. Однако самым злободневным из них остается переполненность школ. Так в Якутске общее количество мест, на которые рассчитаны здания учреждений, в два раза меньше количества обучающихся. Профсоюз работников образования проведет мониторинг по выполнению норматива наполняемости классов. Если брать район Сайса, район, вот там стоит седьмая школа, школы две большие, они сами переполнены. Там в параллели даже более шести классов уже есть. И поэтому, если бы учитель работал в классе, где норматив 25 детей, соответственно, качества образования было бы больше. С этого года начнется работа по переводу муниципальных образовательных организаций на региональный уровень. По мнению экспертов, это должно привести к тому, что качественное образование станет более доступным. Это готовые рецепты мы сегодня не имеем, поэтому мы должны этот вопрос обсудить с широким участием и населения, ну, родителей в частности. Работники образования будут постепенно переходить на систему эффективных контрактов. Однако педагоги считают, что такие меры в условиях переполненности классов, отсутствия относменности в большинстве школ преждевременно. Основными задачами на 2018 год назвали расширение сети детских парков «Кванториум», работу по ликвидации второй смены в школах, а также начать работу по обеспечению услугами дошкольного образования детей от двух месяцев до трех лет. Саргалана Федорова, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск. Якутские альпинисты развернули флаг республики на Эльбрусе. Несколько дней назад Евгений Кривошапкин и Айсен Федотов покорили высочайшую точку России и Европы. Подробности далее. Развернуть флаг республики на вершине Эльбруса Евгению Кривошапкину и Айсену Федотову удалось со второй попытки. Первое восхождение потерпело неудачу из-за смены погоды. Тогда якутским альпинистам удалось подняться до седловины, которая находится на высоте 5 416 метров и разделяет восточную и западную склоны горы. Ну, выбрали стандартный маршрут, много не стали думать насчет маршрута. С южной стороны в душе есть уже любовь к горам, ну, любовь к высоким горам, да. Вот поэтому мы решили пойти на самую высокую вершину Европы. Но в зимнее время, когда температура воздуха опускается ниже 30 градусов, на вершине оно ощущается как минус 50. А сильный порывистый ветер до 20-30 метров в секунду не облегчает путь восходителей. Найти подходящее окошко в прогнозе погоды довольно сложно. Почти всегда зимой в Приэльбрусе идут дожди, а на вершине снег. Нашим ребятам было сложно не только из-за климатических условий. Они столкнулись с проблемой акклиматизации на столь большой высоте. При расцвете началась гипоксия у нас, глюкин. Там я хожу, передо мной ЖЭК идёт. И там смотрю, как-то три тени идут, ЖЭКи. Мы видели вершину, у нас была надежда. Мы верили, что зайдём на вершину. И мы шли, и когда зашли на вершину, у нас переполняли очень сильные эмоции радостные, что мы сделали это. Вторая попытка восхождения завершилась удачно. Погода благоволила якутским альпинистам. Дети природы, дети гор сделали обряд, чтобы духи гор нам помогли зайти на гору Альбрус. Ну, это, я думаю, нам немножко помогло, наверное. Когда мы подняли флаг нашей республики и наших районов, появилось чувство гордости, что мы сделали это. И мы взошли на самую высокую гору Европы. Галина Кутугутова, Радомир Томский, НВК Саха, Якутск. К этому часу у нас все новости.